Леонардо да Винчи известен изобретениями, которые на несколько столетий опередили свое время. В этом видео мы предлагаем вам ознакомиться с самыми яркими из них. Бронированный танк Леонардо Бронированный фургон Леонардо да Винчи – прототип современного танка. Эта конструкция имела округлую форму и внешне напоминала черепаху, ощетинившуюся во все стороны оружием. Двигателем такого танка должны были стать 8 человек внутри черепахи, которые бы поворачивали рычаги, соединенные с колесами. Стреляющее во все стороны оружие из бронированного танка могло стать губительным для противника. Схема танка в заметках да Винчи содержит один недостаток – колеса для движения вперед крутились в противоположную от задних колес сторону. Построенный таким образом, танк не мог бы двигаться. Да Винчи был слишком умен, чтобы допустить такую досадную ошибку, поэтому историки говорят о том, что, возможно, он не хотел, чтобы эта машина была действительно построена, или боялся, что схема попадет в руки врагов, поэтому сделал ошибку осознанно. Водолазный костюм Водолазный костюм был придуман да Винчи для военных действий. В эти костюмы предполагалось наряжать воинов и отправлять их под воду затапливать вражеские суда, повреждая им днища. Костюм был выполнен из кожи, шлем был оснащен стеклянными линзами, а обувь была утяжелена металлическим грузом. Один дизайн костюма предполагал внутри винные бутыли, наполненные воздухом, при помощи которых водолазы могли бы дышать. В другом эскизе фигурировали дыхательные шланги. В 2002 году Жак Козенс устроил эксперимент и изготовил костюм водолаза по чертежам Леонардо. Опыт показал, что конструкция не идеальна, и эксперимент имел лишь частичный успех. Автомобиль Леонардо Самоходная тележка Da Vinci выдвигается на роль первого автомобиля в истории. Более того, поскольку у нее не было водителя, ее можно рассматривать и как первый роботизированный транспорт в истории. Конечно, он больше напоминает телегу, чем современное авто, зато эта тележка была экологичным транспортом, так как двигалась при помощи пружинного механизма, как заводная игрушка. Идея гениально проста. Пружина наматывалась на барабан при помощи рычага рукой. Пока она разматывалась, тележка ехала вперед. Она была трехколесной по типу детского велосипеда, а задние колеса вращались независимо друг от друга. В 2004 году итальянскому ученому Карло Педретти удалось не только построить разработанный Da Vinci автомобиль, но и заставить его двигаться. Единственным недостатком системы управления оказалось то, что повозка могла поворачивать только вправо. Парашют Da Vinci Парашют является одной из самых известных разработок гения. Леонардо не только разработал концепцию, но и точно рассчитал грузоподъемность аппарата. Площадь его купола составляла около 60 квадратных метров, что почти полностью соответствует параметрам современных парашютов. Подвесная система тоже во многом схожа с современной. Главное отличие от выпускаемых ныне систем – это форма купола. Он был не круглым и не как крыло, а имел пирамидальную форму. В 2008 году швейцарец Оливье Тепп спрыгнул с высоты 650 метров и успешно выполнил приземление, используя парашют Da Vinci. Естествоиспытатель утверждает, что сам спуск оказался безопасным, но управлять таким парашютом невозможно. Велосипед Велосипед Da Vinci по концепции почти ничем не отличается от современных моделей. Более того, в отличие от первых образцов, созданных несколько столетий спустя, он был гораздо ближе к тем, которые используются сейчас. Колеса равного диаметра, цепной привод и ряд иных элементов, предвосхитивших комплектность современного велосипеда. Только в отличие от современных, руль у изобретения Da Vinci не мог поворачиваться, и у машины не было сиденья. Дельтаплан Da Vinci К летательным аппаратам Da Vinci во все времена было приковано особое внимание. Один из разработанных им аппаратов приводился в движение с помощью подвижных крыльев, которые поднимались и опускались за счет вращения летчиком педалей. Еще один вариант летающей машины предполагал задействовать для движения не только ноги, но и руки воздухоплавателя. Практического успеха эксперименты с птичьим крылом не имели, и вскоре изобретатель перешел к идее планирующего полета. Так появился прототип дельтаплана. В 2002 году британские испытатели доказали правильность концепции дельтаплана Da Vinci. Используя аппарат, построенный по чертежам мастера, чемпионка мира по дельтапланеризму Джуди Лиден смогла подняться на высоту 10 метров и продержаться в воздухе 17 секунд. Пулемет Леонардо да Винчи Мушкет в форме органной трубы. Так назвал свое изобретение да Винчи. Механизм этого пулемета довольно прост. Да Винчи предложил собрать 11 мушкетов на одной доске, а после сложить три таких доски в треугольник. Поместив вал посередине, можно было бы вращать всю эту конструкцию так, чтобы один набор из 11 мушкетов стрелял, пока два других остывают и перезаряжаются. После этого весь механизм переворачивался и давался очередной залп. Для увеличения мобильности мушкет в форме органной трубы предполагалось оснастить колесами. Робот-рыцарь Леонардо да Винчи История гласит, что в одном из итальянских монастырей у Леонардо была своя тайная комната, где он с учениками по ночам препарировал трупы, изучая строение человеческого тела. Мысль, что мышцы служат для того, чтобы двигать кости, подтолкнула Леонардо спроектировать первого в истории человечества механического робота. В отличие от большинства своих изобретений, робота-рыцаря Леонардо все же построил, но тот использовался в основном для развлечений на вечеринках щедрого покровителя гения. Согласно рисункам, которые сохранились до наших дней, робот мог сидеть, двигать головой и даже самостоятельно поднимать забрало. В 2002 году робототехник из Миннесоты Марк Расхайм построил модель робота-рыцаря по наброскам Леонардо да Винчи. Робот оказался рабочим. Он может ходить, приседать и махать руками. Все перечисленное – далеко не полный список изобретений да Винчи. Кроме этих разработок, среди идей мастера были скорострельный арбалет, паровое оружие, корабль с двойным дном, мобильные мосты, подъемный кран, экскаватор, подводная лодка и многое-многое другое. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.